В Ульяновске составляют перечень школ, требующих капитального ремонта. Со следующего года в России будет запущена федеральная программа по капитальному ремонту зданий средних общеобразовательных организаций, которая рассчитана на пять лет. В комиссионном обследовании школ активно участвуют депутаты Ульяновской городской думы. Стены 40-го лицея при УЛГУ хранят опыт и лучшие традиции старой советской школы. Но, к сожалению, из советского наследия здесь осталось и все остальное, в том числе и коммуникации. На химические опыты должны проводиться. Холодная вода должна быть опять. Но опять же у нас это и возможно сильно. Здание школы работает с 1971 года. За более чем 50 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Ну и кроме того, все-таки в современных условиях требуется переоснащение, поскольку детки у нас уже все активные, пользователи интернета, они уже все знают. То есть требуется в том числе обновление оборудования, обновление коммуникации и электроэнергии, которые поступают, поскольку проводка достаточно старая уже, коммуникации связанные с отоплением. Это при том, что 40-й лицей не первый год входит в топ-25 школ Ульяновской области. Это один из лучших лицеев не только на уровне Ульяновской области, но и на уровне России. И, конечно, такие результаты ребята дают в части образовательной деятельности. И мы просто не можем не обратить на это внимание и создать достойные условия для наших ребят. В предварительном перечне ульяновских учреждений, которые могут попасть под действие этой программы, 36 школ. В перечне вошли школы, введенные в эксплуатацию в 60-е, 70-е годы. А также вошли школы, которые построены ранее. Это такие, как 5-й, 41-й, 33-й, Мариинская гимназия. А если мы посмотрим на школу, то понимаем, что школа нуждается в ремонте и кровли, и фундамента, и фасада. И, конечно, требует давно уже капитального ремонта и наши спортивные залы, и входные группы, и пищеблоки. Сейчас обследовано 11 зданий, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Проектно-сметная документация на них уже подготовлена и проходит экспертизу. Ирина Силкина, Вести, Ульяновск.